Возмущены и простые американцы, ведь у США есть шанс решить все быстро. Правда, прилететь на мирные переговоры в Минск по приглашению Александра Лукашенко американский лидер так и не решился. В чем дело? Спросила у представителей Белого дома Мария Петрашко. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Когда формальный вождь западных кураторов спрашивает разрешение у Кремля, можно ли Киев посетить, не развязывая ядерную войну, становится ясно, что США хоть и сторона конфликта, но явно не сильная сторона. И судя по одобрению Москвы, Вашингтон-то, оказывается, уж не влияет на ситуацию реально. Ситуация все больше напоминает агонию экс-гидемона. Чего стоит вообще привезти Байдена в Киев и в Варшаву в дни, когда Путин давно уже назначил свое послание? И если вы думаете, мол, нет-нет, Маш, путешествие Байдена не ради перехвата информационной инициативы, так ради чего все эти многочисленные фото, видео и обнимашки с Зеленским? Ради мира, что ли? Тогда он согласился бы на роскошную возможность провести переговоры. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей суда рядом. Я самолет пришлю, если что. В воин. Ну и кто истинный приверженец демократии, явно не приехавший на экскурсию по зимнему Киеву? Шах и мат. Вот так легко Байдену показали, кто истинные хозяева в регионе. И что командовать он может, ну разве что, вассальным дудозеленским тандемом. Мяч на поле Вашингтона, и здесь самое время как-то выкрутиться. Но как? Команда Джо придумать не смогла. Ваш комментарий важен для президента. Офис сейчас закрыт. Вы можете написать нам имейл-обращение. Спасибо за ваш звонок. Мы позвонили в Белый дом. Там нам не смогли ответить, но порекомендовали отправить сообщение в официальной форме Белого дома. Значит, вот мы заполнили форму, представилось своим именем, адрес, контактный номер и само письмо. В нем говорится о том, что президент Байден часто в своих речах говорит, что желает мира Украине. Однако и США, и НАТО продолжают поставлять оружие киевскому режиму. Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Байдена в Минск. Белорусские и российские власти согласны на переговоры. Путин в Минск также прилетит, если Байден согласится. И главный вопрос. Президент Байден приедет в Минск или президент Байден не хочет на самом деле мира на Украине? И так отправляют. Все, официально письмо отправлено. Вот другой вопрос, ответит ли нам? Вы думаете, на мой официальный запрос, как журналиста ГосСМИ Беларуси, ответили? Неа. А я-то думала, серьезная организация, Белый дом. Эх, это вам не дворец независимости. Мы-то на американские запросы отвечаем. Впрочем, американские власти и своим собственным гражданам-то не отвечают, абсолютно наплевав на их права. В Вашингтоне на днях прошел митинг против поставок вооружения на Украину. Оказывается, люди-то все все понимают. И вот что говорит участница демонстрации. В первую очередь, я считаю, что эта демонстрация была прорывом. Антивоенных движений в США не было со времен вторжения в Ирак, миллионы демонстраций в Нью-Йорке. Но со времен того знаменитого января, 6 января, после случившегося в Капитолии, многие американцы боятся выходить на улицы. И факт, что на акцию вышли тысячи человек, прекрасен. Но мне стало искренне интересно, а знают ли американцы о том, как 8 лет бомбили мирное население Донбасса при поддержке западных кураторов? Знают ли о всех причинах начала спецоперации? Наши новостные медиа ужасно подконтрольны. Американские СМИ пытаются разделить народ. Если ты демонстрируешь антивоенную позицию, тебя сразу обвиняют, что ты за Трампа. Это все ужасно. Но даже ангажированные американские СМИ не смогли сдержать иронии над Байденом и его слабостью перед Путиным. Президент США Джо Байден 10 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем выступлении в Варшаве, прямо преследуя российского лидера, который сплотил мир вокруг Украины. Путин же, напротив, ни разу не упомянул имя Байдена в своем длинном и воинственном обращении из Москвы ранее в тот же день. И как раз-таки настоящие причины начала спецоперации и всей заварушки в регионе и раскрыл Владимир Путин в своем послании. И именно поэтому Байден устроил это цирковое турне, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от правды. Наступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 22-го года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе. Против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Ну а новость о приостановке соблюдения СНВ-3. По факту, команда Владимира Владимировича на возобновление ядерных испытаний. Как говорят у нас в Одессе, какой привет, такой ответ. Этот шаг и есть ответ на происходящий беспредел. И публичную риторику в Мюнхене, киевской речи Байдена. Ставки подняты и опустили все рейтинги Байдена и его команды. Зря старался отвлечь внимание. Но я добрый журналист. Тем более выборы в США не за горами. И предвыборная кампания началась, а СМИ говорят, что Байден хочет войти в гонку, как воинствующий президент. Могу дать подсказку, как это сделать. Единственный шанс реабилитироваться во всех смыслах, в том числе информационном, прилететь к человеку, который как мудрый политик, все же предвидел, и давно уже подготовил почву для мирных переговоров. Прилететь к Александру Лукашенко с благодарностью за предоставление такой уникальной возможности на изящный политический ход в канун-то выборов. А то с такими политическими успехами Байдену скоро у Москвы придется спрашивать разрешение на посещение не только Киева, но и других столиц. Ну, мало ли что. Еще больше актуальных новостей в наших телеграм-каналах.